Алло, богатство. Я вас не чувствую, хотя нет. 70 тысяч рублей трусы. Вот это, конечно, сервис. Я ваш царь! А Ивочка-Ващечка загоняй! Знаете, сумма нереальная. Ну, сегодня у нас дорого-богато, на вкус пробуем богатых людей. Всем привет, меня зовут Юлия Гаврилина. Блогер, тиктокер и певица. Это мое новое шоу «Юля платит дважды». Здесь я испытываю эмоции, о которых и мечтать не могла. Рядом с самым дорогим и недоступным я попробую ровно то же самое, но по бюджетной цене. Срочно ставь лайк и поехали! О, привет! Пока я собираюсь на шоу, я хочу рассказать тебе о том, за что тебе не придется платить дважды. Подписка Сберпрайм – это доступ к фильмам и музыке, мобильная связь, скидка на такси, бесплатная доставка продуктов и... это только то, что я запомнила. Там еще очень много всякого. Если ты думаешь, о, Сберподписка что-то на взрослом, то ты сильно ошибаешься. Сберпрайм – это для молодежи. Подписку можно оформить с 14 лет, и если тебе еще не исполнилось 22 года, для тебя она доступна всего лишь за 1 рубль, а действовать будет до конца года. Но ты уже и сам все понял, поэтому успей оформить подписку до 30 ноября. Ну все, красотка готова, можно бежать. Ну что, ребята, меня ждет мероприятие на этой неделе, и, как вы видите, мне совсем не в чем идти. Поэтому вместе с вами мы подберем мне два лука. Первый – дорогущий, классный, за миллион рублей, и простой, дешевый, за тысячу рублей. Начнем мы с дорогого бутика. Кстати, слава богу, вещи, которые мы там купим, можно будет вернуть. Моим самым первым стилистом была мама и ее знакомая, которые отдавали нам вещи на вырос. Я до них до сих пор не доросла. На самом деле я простая обычная девчонка, которую мама одевала в растаможках, смешных сценах, секонд-хентах. То есть я из самой обычной семьи, как многие думают, что я родилась в богатой семье, мне это все досталось по силушку пальцев. Нет, ребята, это не так. Следующая наша точка – это дорогой бутик. Мне на самом деле очень интересно, что нам подберут, потому что сумма нереальная. Ну, сегодня у нас дорого-богато, на вкус пробуем богатых людей. Чувствуете, чем пахнет? Пахнет большим списанием денег с карточки. Чай, можно брать? Мы пробуем на вкус, что богатых жизней никогда в магазинах не прилагали чайку. Алло, богатство? Я вас не чувствую, хотя нет, чувствую. Спасибо за чай. Спасибо большое за чай. Можете переделать, пожалуйста. Нет. Ну, я у вас ненадолго, мне еще спешить надо. Нет, так, наверное, не делают богатые. Ладно. Ой, идет. А будет полезен? Нет, спасибо, нет, нет. А че, реально так можно? Так, ботинок надо вернуть. Ладно. 600 тысяч за каблук, я не готова платить своего бюджета. Сейчас попью чайку и посмотрим, что в этом магазине имеется. В том деле, я предлагаю сейчас реально просто выходить и посмотреть. Знаешь, сколько стоят эти ужасные туфли? 92 тысячи. А, точно, у меня же миллион рублей. Такая дешевка. Не надо вот на эту дешевизну смотреть, зачем это надо. Нам это не подходит. Не подходит все не то. Мне кажется, это бабушкин вариант. У меня у бабушки такой пласть лежит. Ну, как-то вот, ну, не впечатляю. Вот что-то, знаете, не то. 70 тысяч рублей трусы. Чем дольше я смотрю на эту сумку, тем больше я вижу здесь хинкалы. И хочу ее похавать. То есть, получается, чай мне предложили, а поесть нет. Вот это, конечно, сервис. О, лифт. Знаете, богатые люди пешком не ходят. Сейчас лифт-прейд. Сколько еще подниматься, ешь? А это уже другой разговор. Офигеть! У меня в доме большом нет своей крыши. Обалдеть! Вы понимаете этот балдеж? Я ваш царь! Это Москва моя! Просите? Просите? Там, походу, бегут охранники. Побежали, будет ковз, да? Так. Я типа серьезно. Я считаю, нужно устроить еще один показ мой. Прикинь, как... Вот. Зачем нужна такая сумка? Ну, типа... Эм... Что сюда можно поместить? И знаешь, сколько она стоит? 70 тысяч рублей за сумку, в которую ничего не поместится. Окей, 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 окей. Я этого не видела. На самом деле, я поняла самый офигенный образ. Я уже подобрала. Идем искать консультанта, чтобы он мне помог. Все-таки, знаете, меня так выматывает эта богатая жизнь, что я решила присесть, отдохнуть, пока консультант подбирает меня лук на свой вкус. И мы посмотрим с вами, кто подобрал лук лучше, я или консультант. То есть, для меня это будет сюрприз. Ладно, разбудишь меня, я посплю. Ну что, вот мы собрали три лука, я пошла мериться. Один из них шикарный шмонь, а два другие, которые собрали консультанты. Выбор за вами. Поехали, сейчас выйдет красотка. Примерно вот так выглядит мой лук на миллион. Чувствую себя, конечно, на Мальдивах какой-то богатой тетенькой. Ладно, меньше слов больше делать. Теперь смотрим, что же нам подобрали консультанты этого магазина. Поехали. На самом деле, мне кажется, что я немножко похожа на Путану из ГТА. Опустим этот момент. И еще мне очень жгут эти ботинки. Позволите, я их это сниму. Они, конечно, стоят 200 тысяч. Но они очень-очень неудобные. На самом деле, пока что мой лук мне нравится намного больше. Просто этот, он такой обычненький, но на мероприятие подойдет. Ладно, идем мерить третий лук. Лук под номером три. Мне, конечно, еще марафет навести. То есть там причесочку сделать, макияж. Потому что бюджет у нас остается. Не знаю. В общем, я пошла думать, какой из этих трех луков мне взять. Я пошла переодеваться и все-таки думать, какой же лук мне взять на мероприятие. Мне не очень нравится этот лук. Но все-таки нужно взять что-то дорогое. И мы взяли то, что предложил консультант. Черный такой вот лук, который мы назвали Плутана из ГТА. Но посмотрим, что из этого выйдет. И посмотрим, что мы найдем в секонд-хэнде. Для полноты нашего образа нам обязательно нужны очки. Мы возьмем вот эти. Я думаю, они отлично дополнят наш образ. Вот такой вот милый лук у нас получился примерно на миллион рублей. Я уже чувствую, как с моей карты списываются деньги. Миллион рублей. Спасибо. С моей карты списался миллион рублей. Мем, который закончился неудачно. Ребята, ну вот мы и закупились на миллион рублей. Честно, я считаю, что в секонд-хэнде мы сможем подобрать в тысячу раз дешевле и в тысячу раз лучше. Но, как говорится, покажет время. Ну, короче, месяц, слов больше дела. Лук на миллион мы подобрали. Поехали искать другую альтернативу. Мама с папой редко давали деньги на карманные расходы. И поэтому мы с моей компанией друзей всегда искали пути для зарабатывания денег. И мы выкидывали мусор, разносили листовки. Но свои первые деньги я заработала, знаете как? Мы собрались с друзьями. Пошли, купили водичку, чтобы мыть фары. Купили тряпочку. И у нас в маленьком поселке был переезд, где останавливалась куча машин. Мы ждали, пока приедут электрички. И мы, знаете, что делали? Мы подходили, мыли фары. И так я заработала за день 500 рублей. После этого я поехала. Купила себе кроссовки, найков. Стоили 500 рублей, они были бордовые. И знаете, как я гордилась, когда приехала домой и такая, мам, я вот заработала сегодня 500 рублей. Не у тебя попросила, не у папы. А пошла, сама заработала своим трудом и купила себе кроссовки. И знаете, эти кроссовки прослужили мне ровно три года. Три года я в них ходила и хвасталась, что я сама на них заработала. Все, что было до этого, это большая и сплошная чушь. Потому что сейчас мы приехали в настоящий и лучший магазин. Потому что тут, между прочим, на секундочку, одежда из Европы. Это мы называем просто по-русски second hand. Цены. Во. Качество. И, кстати, мы попали в удачный момент. Потому что сегодня здесь скидки 35%. Девочки такие, девочки, бежим скорее. Second hand. Вам простить. Короткие шортики. Попы в них, видно, точно не будет. И видел я вот таких у себя на райончике. Может так? Нет? Я тоже так думаю. Но все-таки... А может это? Да нет, ты... Да что ты гонишь? Что ты бачишь? Только... А вот это тебе что? Платье целеднее такое чисто. Нравится? А мне нет. Мы все-таки на приятие идем. Кондиционер все-таки работает. В курточке похожу. Мало ли. Тут, как в любом модном магазине, все по цветам. Такой лавандовый, синий, фиолетовый. О, лифчики. Проблема. Тут 10 моих грудей в одном лифчике. На самом деле, ребят, я просто очень люблю составлять такие луки. Ну, потому что вы знаете, что я немного такая с прибамбахом. Но нужно быть потерпеливее, потому что мы все-таки собираем лук к мероприятию. Но, честно, я бы и так вышла. Потому что я очень люблю такое. Так, смотрите, я думаю, нам нужна какая-нибудь рубашка. Потому что рубашка это базовая штука. Ага, смотрите, мы носили вот такую рубашку. Она стоит 600 рублей. У нас, правда, бюджет всего лишь тысяча. Так, 600 минус 35% скидка. Сейчас почитаю. 390 рублей. Кстати, смотрите, вот эта шляпа один в один, которую мы мерили. Только это была Гуччи и стоила на 100 тысяч рублей. А здесь она 650 рублей. Один в один как Гуччи. Ну, вот просто сейчас вот я выгляжу вот так. И сравните, как выглядела Гуччи. Ну, разницы вообще нет. Только в цене. Но шляпа нам на мероприятие не понадобится. Поэтому идем дальше. Вот нашла пиджак. Он стоит 500 рублей. Сейчас по скидке вы представляете. 500 рублей. Я считаю, что мы должны идти по той же схеме, как шли в крутом бутике в центре Москвы. Сейчас мы подойдем к консультанту, к девушке. И попросим ее помочь нам собрать второй лук, как она меня видит. Можно я вас, пожалуйста, попрошу мне помочь собрать лук? Да, конечно, попробую. А как вас зовут? Марина. Марина, чтобы я могла к вам обращаться. Марина, чтобы вас не смущать, я вас оставляю. Один на один с моим оператором. А я вас подожду. Ну что, пойдем примерять? На самом деле, лук очень офигенный, шикарный. Вы сами посмотрите, как у меня сидит в нем тело. Но вообще, я очень похожа на тупую блондинку из фильма, у которой парень-баскетболист, футболист или волейболист. Так что я типа блондинечка. На самом деле, я считаю, в таком платье можно и с парашюта, без парашюта прыгать. Можно и частушки петь. Ай, Ивашка, Ивашка, загоняй, будем речку надувать. Можно еще и корову подоить. В общем, я девушка разносторонняя, так что, если что. Но выгляжу, конечно, шикарно. Я еще раз померила лук, который собрала сама. И сделала вывод, что лучше я пойду в нем на мероприятие, потому что все-таки мой стиль, это мой стиль. И нужно отталкиваться от себя. И могу сказать, что он в тысячу раз лучше лука, который мы собрали на миллион рублей. Поэтому я пойду в этом. И мы с вами вместе поинтересуемся у разных звезд, у людей, ведущих, как думают они, сколько стоит этот лук. Но они же даже не подозревают, что он стоит всего лишь тысячу рублей. Она была обманщицей. Так, все, теперь мы идем с вами на кассу покупать все, в чем мы пойдем на премию. Смотрите, я выбрала по итогу вот этот вот лук, который сама собрала. Можно ли, пожалуйста, мне оформить тысячу рублей? Не сто тысяч, а просто тысячу рублей, на которые я собрала целый лук. Мне правда интересно, что подумают другие люди, когда его увидят, потому что, зная меня, они точно не поверят, что это стоит тысячу рублей. А какая у нас общая сумма вообще выходит? Я укладываюсь в тысячу рублей. У вас со скидкой 40% получится 980. 20 рублей. Кстати, увидимся на мероприятии. Ребята, вот так вот выглядит сегодняшний мой лук. Напоминаю, что пиджак, рубашка и джинсы стоят в общей сложности тысячу рублей. Но я не могла прийти босиком и без украшения, поэтому я добавила что-то из своего гардероба, чтобы это украшало мой образ. И вот, мы сейчас находимся на мероприятии. Сегодня премьера фильма «Рок Дог 2». И я пришла вот так вот. И, кстати, буквально 5 минут назад мне сказали, что я выгляжу просто потрясающе. И даже не скажешь, что лук из секонд-хенда. Какой вывод? Абсолютно не важно, сколько стоит твой лук. Важно то, как ты его сочетаешь и как он выглядит. Цитаты от Юльки Шпольки. Извините, мужчина, пожалуйста, я вас потревожу. Мне нужно ваше экспертное мнение. Смотрите, не считая очков и сумки, как подумаете, сколько на мне стоит одежда? Понятия не имею. Ну, просто предположите, накидьте. Ну, косарь. Косарь? Ну, евро, естественно. А, евро. Ты на мне сейчас тысяча рублей. Ну, почти угадал. Как думаешь, сколько стоит на мне сейчас лук? Не считая ботинок, очков и сумки. Ага, ну, наверное, тысяч восемьдесят. Восемьдесят. И это тоже неправильный ответ. На мне стоит сто тысяч, господи, тысяч рублей. Вот всем все равно, но, ребята, я же вам говорила, это будет выглядеть дорого-богато. Можно я тебе один вопросик буквально? Давай, давай. Смотри, не считая сумки и очков. Как ты думаешь, сколько на мне денег? Ну, это пятьдесят тысяч. Так. Это двадцать тысяч. Так. Это три тысячи. Так. Сейчас на ножке лишь пятнадцать, да? Так, так. А джинсы? И джинсы грее, чем дем. Смотри. И так вот сто пятьдесят где-то. Сто пятьдесят тысяч. Слышали, ребята? Сто пятьдесят тысяч. Да. Не считая топа, потому что он из моего гардероба, и ботинок на мне тысяча рублей. Да, на мне. Тысяча рублей. Это секонд-хенд. И ты не угадал. Что я поняла после этого выпуска? Неважно, где ты одеваешься, сколько ты денег тратишь на одежду. Самое главное, чувствовать себя комфортно. Только вы решаете, как хотите выглядеть. Плевать, каким вас хотят видеть окружающие. Вы должны чувствовать собственную индивидуальность. Ребята, ну на самом деле, на этом выпуск подошел к концу. Ну а если вам понравился этот выпуск, ставьте пальчики вверх. Если не понравился, то тоже палец вверх. Сделай наконец-таки эту красную кнопку серой и пиши в комментарии, о чем ты ходишь в следующий выпуск. Обязательно все прочитаю. Сильно вас люблю. Ну а я побежала на фильм.